Речайший момент. Шесть полос движения и ни одной машины. На торжество по случаю открытия обхода Лобанова собрались те, кто строил первый в Пермском крае магистраль высшей категории. Губернатор Виктор Басаргин, руководитель Росавтодора Анатолий Чебунин и генподрядчик Пермдорстрой сдают в эксплуатацию 7-километровый участок на два года раньше назначенного срока. Зелёный цвет указателей маркирует, что это именно автомагистраль. И разрешённая скорость здесь соответствующая – 110 км в час. Впрочем, глава региона осмотрел готовую дорогу без лишней спешки. При строительстве автомагистрали предъявляются более высокие требования, потому здесь учтены все нюансы – от шумозащитных экранов, освещения по всей длине трассы до устойчивой к повреждениям разметки и травки на разделительной полосе. Построены три моста, обустроены удобные съезды к населённым пунктам. Абсолютно нет недоделок, абсолютно нет каких-то дефектов. Автомобилистам дан зелёный свет. Одним ограничителям развития в Прикаме стало меньше. С этого дня пробки на Лобановском посту уходят в прошлое. Пропускная способность выросла многократно. Это стало понятно уже с первых минут после открытия автомагистрали. Водители теперь не задерживают железнодорожный переезд на старой двуполосной дороге. Эмоции переполняют. Магистраль всё-таки первая в Пермском крае. Едем я першить, я еду, наверное, сейчас полчаса, мне кажется, вот так вот за глаза хватит из города. Раньше лучше не вспоминать кошмарный сон. Это часа три стояли. На строительство обхода Лобанова из государственной казны было выделено порядка 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Реконструкция дороги Перми-Катеринбург продолжается. Губернатор Виктор Басаргин добился того, что средства, предусмотренные в федеральном бюджете на дальнейшие работы, перенесены с 2014 года на 2013, чтобы быстрее привести федеральную трассу в нормативное состояние. Для Пермского края это дополнительный грузопоток, это дополнительный пассажиропоток, это, естественно, вклад в экономику и в инвестиционную привлекательность. Если мы завершим еще участки, которые на границе со Свердловской областью, фактически полностью улучшим сообщение между двумя субъектами. Дорога Перми-Катеринбург у всех вызывает много вопросов. И мы с Виктором Федоровичем перед этим открытием беседовали, постараемся эти вопросы урегулировать в ближайшее время, уделить больше внимания этому участку дороги, что очень важно. И я думаю, в ближайшее время вы увидите результаты наших решений. Уже ведутся работы по реконструкции следующего участка магистрали до села Каянова. В ближайшее время будет проведен аукцион на право строительства первого участка обхода Бершети. Елена Закирова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.